Доброе утро! Если у вас сидячая работа в кабинете, то эта зарядка специально для вас. И сегодня директор департамента по туризму решил на несколько минут отложить свои важные дела и провести для нас зарядку. Доброе утро! Доброе утро! Уважаемые телезрители, конечно, офисная работа предусматривает такой сидячий образ жизни, поэтому немаловажно являются, наверное, такие прописные упражнения, которые, наверное, изучают школьники в школах. А сейчас, уважаемые телезрители, мы подробнее покажем некоторые упражнения, чтобы вы, придя на работу, могли это повторить. Движения. Рук, когда устают, круговые. Туда, обратно. Также можно такие движения сделать. Вадим Петрович, ну раз уж мы уже оказались у вас в кабинете, расскажите, пожалуйста, чем сейчас вы занимаетесь? Как процветает туризм в Республике Беларусь? На что сейчас вы делаете упор? На данный момент уже подошел к концу туризмический сезон, уже где-то предварительные итоги мы подводим, и довольно неплохие есть результаты. Хорошую роль здесь играл чемпионат мира по хоккею, когда мы видим, что приросли наши гостиницы, приросли болельщиками. Остаются востребованы наши санатории, наши агроусадьбы, экскурсионные маршруты по Беларуси. Одним из новых направлений сейчас мы занимаемся развитием караванинга и расширением сети кемпингов. Одно из упражнений, самое простое, это наклоны в сторону, которые нужно делать даже в самых тесных помещениях, но которые дают такую приличную нагрузку для офисного работника. Наклоны вперед. Желательно коснуться туфлей. Где-то повороты в сторону. Ну, как в детском садике. Рывки руками, то, что мы проходили, наверное, на любом уроке физкультуры. Движения, которые можно использовать даже сидя в кресле, движения плеч круговые. Это сведение лопаток. Оно немаловажно, конечно, шея, которую я чувствую по своему опыту, работа с компьютером, и всегда затекает шея. Поэтому круговые движения, движения в сторону, они, кажется, всегда актуальны и позволяют не только размять шею, но и увеличить кровоток головного мозга. Начинается более хорошо думать и выполнять свои должностные обязанности. Я всегда, например, пользуюсь кистевой эспандер, который находится у меня всегда с собой. Это то упражнение, которое можно сделать круглые сутки. Не привязывался к обеду, к ужину. Поэтому такое упражнение для ленивых. Я думаю, каждый офисного работника, он должен быть на столе. А можно я попробую? Это тяжело? Попробуйте. Это тяжело. Я сразу одновременно буду качать две руки. Вадим Петрович, а скажите честно, кем вы мечтали стать в детстве? Неужели директором целого департамента? Нет, я об этом где-то не мечтал. Я, сколько себя помню, я мечтал быть сильным, вынослимым человеком. Где-то спортсменом я занимался спортом. Но судьба сложилась, что пошел в чиновники. Стараюсь поддерживать себя в форме и вижу, что это неотличная часть любой культуры. Вы сейчас отправляетесь на работу и даже там не забывайте о своем теле. В здоровом теле, здоровый дух. Хорошего дня, отличного настроения вам желают Мария Богатырь, Кармазин Вадим и Сергей Васюкевич. Специально для студии Хорошего настроения.